Дорогие друзья, мы едем по маленьким городочкам в Тоскании. Только что проезжали город Лопату, а направляемся, забыл какой город, ну короче, где родился Пиноккио. Где родилась история про Пиноккио? В каком-то селе. Вот такая вот красота стоит. Здесь живут намного проще, намного по-сельски. Акустика прекрасная, здесь можно петь камерным хором, записывать альбомы. Вот это вид! Также здесь первый в западной цивилизации появился университет. Вот это романтика, такой каминник. Гига-мега базилика. Тут прикольно в том, что просто такая настоящая Италия. Не для туристов. Парк Адвентура. Наверное, здесь даже парк должен быть, ну посмотрим, что мы увидим. Что нужно упомянуть, что до четырех, с часа до четырех вся Италия спит. Потому что они хотят дольше жить. У них обед. Стругал дядя, стругал. И в итоге получилась жизнь. Ну это в сказках. Ну что, Лео? Не подходит, не подходит. Почему? А у тебя еще? Потому что это Ford, а то Ferrari, да? Кем-то ключ от Ferrari, может подойдет? Оцениваем картину и пришли к заключению, что люди здесь живут намного проще, намного по-сельски, не закомплексованнее. Несмотря на то, что ездят такие мегатраки, вот сзади, в таких тонких уличках. Сзади нас такая крепость, я ее только что снимал. Этот город называется Перчия. А если конкретно, конкретно, это Колоуди. Колоуди город. Смотри, что нам пришло. Местное, национальное, местного села, произведенная лазанья с настоящим сыром. Журедно. Как называется эта вещь? Я не знаю. Мы ее каждый день едим, но это классная вещь. И, Аня, что ты заказала? Кабачки? Да, кабачки, цукини какие-то с чем-то. Прикольно. Все, приступаем. Господь, блеск, фури-мэн. Город Колоуди и вилла и парк Гаразини нам запомнится очень хорошо. В таком, в каком-то селе. Вот такая вот красота стоит. Ну, естественно, это возле этой виллы, которую мы нашли. И, естественно, возле парка-музея. В этом городе родился и жил дядя, как же звать его, который написал книгу Пиноккио. Тут ему все посвящено. И вот, я не знаю, его ли это творчество. Его ли? Или в честь его? Ну, красиво. Все, мы покидаем город Колоуди. Едем на Флоренцию, это по-русски. А Фиоресия. Как-то так на их языке. Увидимся уже на тех краях. Доброе утро, мир. Доброе утро, Болонья. Нас Болонья встретила. Таким замком называется Вилла Бенни. Или Бенни Вилла. Акустика прекрасная. Здесь можно петь камерным хором, записывать альбомы. А мы и направляемся в сторону Брекфаста. Вот это романтика. Такой каминник. Ну что, Лео, посмотри сюда. Это вилла была построена в начале 20-го столетия. Да, одним дядькой. Чисто частное место. Оно находится в центре. Вот в центре на нас вори. Центр Болонии. Но он такой какой-то тихий центр. Тут трафика не так много слышно. Да, ты готов к Брекфасту? Мы приехали в гостиницу, а мы абсолютно единственные гости. Я предполагаю, по фотографиям, здесь вполне можно сделать свадьбы, мероприятия, ивенты. И мне кажется, вот здесь прям проходят свадьбы. И смотрят на старинный собор наверху. Вот это вид. Вот это вид. Кого мы в тюрьму сюда засадили? Асу. Асу. И теперь она нам мешала завтракать. И сейчас мы ее отпускаем. Окей, открывай крышку, и она улетит к тебе домой. Больше к нам больше никогда не прилетит. Давай. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Все. Да, это абсолютно частная территория. Вот как живут местные котики и местные люди. Здесь готовятся к празднику. Здесь паркуются. Ну, праздник это, наверное, свадьба и так дальше. Здесь же и косят траву. Вот рабочий местный ходит. Наконец-то я сильно горжусь тем, что я... Ну, что наконец-то? Просто горжусь тем, что я назвал себя Леонардо. Местные итальянцы говорят... Потому что местные итальянцы, они просто влюблены в Леонардо да Винчи. Это ихний, да, символ. И только что дядька. Рабочий. Ему, наверное, рассказала его жена. Сказала, привет, Леонардо! Вот это кадр. Тут можно сфотаться. И вспомнить, когда в 46-м году... Не каком 46-м? Сейчас какой год? В 2018-м году как мы могли себе позволить? Потому что не знаем, что ждет будущее. А еще как это позволить? Сразу скажу, что это не дорого. У нас были кредиты, то есть деньги в Airbnb. Поскольку мы путешествуем и так дальше, нам Airbnb дает кредит. Поэтому нам это стоило почти 200 долларов. Вот эта вся штука за ночь. Хотя это дороговато. Это на самой дорогой гостинице, что мы взяли, да, в этом году? Мы в физе остановились в музее. Нам так понравилось. И на второй день мы взяли еще один музей в Флоренции. На третий день вот этот музей. А вот завтра мы уже будем, наверное, или сегодня будем ночевать уже в более современном... Венецийском доме. Примерно выглядит вот так комнатка с большущим скверфутом. Ну люстра, наверное, дорогая тоже. Тут мое счастье было то, что наконец-то заработал интернет. Я до двух ночи, наверное, сидел, догонял все, что я пропустил по работе, по всему. Две прошлые ночи в старых крепостях не работал интернет. И я так немножко обломывался. Нас доход здесь все словил. Добро пожаловать в Болонию. Оказывается, в этом городе родился Карло Маркони. Человек, который создал радиотелеграф. Но ему всю славу передает. Хотя версия, что его создал какой-то другой русский человек. Но в Викопедии так пишет. Хотя не все правда. Вот так она романтически выглядит. Небольшой городок, но он в себе вмещает все метрополитаны, 1 миллион людей. Также здесь первый в западной цивилизации появился университет. Еда здесь очень-очень такая прославленная на весь мир. Макароны, они делают пасту, делают руками. И колбасу и сосиски. Добро пожаловать на самую известную площадку в Болонии. Кроме того, что здесь родился логотип машины Мацерати. Тут производится очень много площадок в этом городе. Фильмы, концерты, симфонические. Ну и тут гига-мега базилика. Мы ее даже изучали в истории. Смотрите, какая она великая. Мега-гига базилика. Город известен своими поэтами, творческими людьми. И даже граффити, знаете, который пишется, у них это тоже святыня. Ну вот мы не пожалели. Я не ожидал такого величества. Прощай Болония, прощай Средняя Италия. Мы едем на север. Самые запоминающие моменты в Болонии. Зам, в котором мы ночевали. Или просто вилла, не знаю. Было очень неприкольно тем, что мы там были одни. Такое ощущение, что мы там живем. И никого рядом у нас нет. А так, город очень интересный тем, что мне понравился какой-то культурный. И в отличие от других городов, там много таких интеллигентных людей. Много оранжевых улиц. Цвет такой сильный. И достаточно прикольная архитектура, как и везде, в каждом городе. Мы можем найти какие-то исторические места, исторические улицы. Старенькие, маленькие, худенькие. Мне даже прикольнул ихний старый город, ихняя базилика. Было бы больше времени, можно было бы... Да, если было больше времени, там у них каждый вечер идут либо концерты, либо фильмы. На улице, громадные экраны. Такая внутренняя культура. Мы так и не покушали баллонской еды, потому что мы спешили. Но стоило того, чтобы просто взглянуть его на пару минут, переночевать. Вилла, это было, наверное, самое специальное. Все, мы направляемся на север. Спасибо, что вы были с нами. Напоминаю, это видео просто для нашей памяти. Всем желаю примерно ощутить то, что мы сейчас ощущаем. Другую культуру, другую нацию, другое, все другое. Даже не понимать их итальянский язык, это тоже прикольно. В общем, мы выучили много слов. Да, бомбино. Бомбино, ребенок. Иди, ари, 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 ари ты, ари, ари, ари твидерчь. Сола ТВ. Ари ведерчь.